Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос связан с тем, что автор вопроса, Ксения, имеет большие проблемы со свекровью и считает, что проблемы в ее семье связаны с тем, что свекровь не знает личных границ. Смотрите, Ксения, первое, что хочу вам сказать, это то, что вы находитесь в психологической ловушке, говоря о том, что причина нашего стресса в свекрови. Это называется «Всё из-за тебя», это психологическая игра, опять же, описана в литературе, и связана она с перекладыванием ответственности на другого человека за свое состояние, свое поведение и так далее. Дело не в свекрови, которая демонстрирует поведение человека, в общем-то, находящегося в довольно остром кризисе, а дело в вас и в том, как вы реагируете на нее, и какое поведение вы выбираете потом, впоследствии. В первую очередь хочется сказать, что проблема с личными границами есть у вас, потому что вы часто по ходу своего текста использовали такие слова, как «мы» и «семья». Складывается ощущение, что «мы» и «семья» для нас имеет значение больше, чем непосредственно личность ваша и вашего мужа, если это так, но в первую очередь необходимо корректировать данный вопрос. То есть работать над своего рода психологической сепарацией. Дальше, когда вы говорите о том, что вы скандалите за своим мужем, и у вас возникают ссоры, речь идет о том, что и вы, в том числе, вносите свой вклад в конфликт. И, соответственно, это еще одна психологическая игра, которая называется «Скандал». Я рекомендую вам ее изучить в интернете, она есть, для того, чтобы понимать, как люди к ней приходят. От себя скажу, что это проблема с выражением чувств, с личными границами, вот, и это проблематика близости. То есть люди участвуют в скандале, когда они боятся близости. Что касается вашего мужа, то, на мой взгляд, ситуация заключается в том, что ему бесполезно раскладывать что-то по полочкам. Дело в том, что то, что вы описали, связано с подавленностью, то есть властные люди. Подавляют личность человека, над которым они доминируют. И ваш муж привык это делать. Ему необходимо работать самому над своими чувствами, которые у него подавлены. И это довольно длительная работа. Еще очень важный момент заключается в том, что на откровенном, такое, знаете, как это сказать, психотическом поведении в крови вашей, вы реагируете довольно-таки всерьез. Ага, и очень важно понимать, как вас это и чем задевало. Дальше. Действительно, по ходу вашего текста у меня возник примерно тот же вопрос, что у вашего мужа, если вы хотели что-то сделать, почему не подошли к нему и не рассказали. То есть вы здесь занимаетесь некую пассивную позицию. Я думаю, что переориентирование вас с такой пассивной позиции на более активную, конечно, решит вопрос. Да, я с вами могу согласиться в том, что действительно именно мужу необходимо выстраивать личные границы со своими родителями и как бы держать их, может быть, на расстоянии. Но вы знали и знаете, что он этого делать не может. И тем не менее, вы как будто бы снова и снова ждете, что он это сможет. Это говорит о том, что вы своего мужа не принимаете таким, какой он есть. И все время ожидаете, что он изменится. Это вопрос тоже вашего отношения к мужу и к тому, как вы к нему относитесь. Вы говорите о том, что вы его очень любите. Но что это такое? Что есть ваша любовь? Если принятия, например, в этом нет. Если вы говорите, что вы на грани развода, кто вы, не совсем понятно. И действительно, муж может не видеть ничего криминального в том, что делают его родители, потому что его родители – это его родители. И вам здесь нужно определиться само, с чем вы готовы мириться, ради чего и так далее. Вот, пожалуй, как-то так. Глобальная проблема заключается в том, что вы свою пассивную наземеняете притязаниями к мужу. И, в общем и целом, из-за этого возникает фрустрация, но нужно неудовлетворенность и прочее. Кроме этого, помимо того, что ситуация может быть для вас действительно неприемлемой, я думаю, что вас, она еще и как-то задевает. Вот, прежде чем решать, что делать, разводиться, не разводиться, там, что-то еще, я думаю, что вам необходимо поработать именно с этим. Ну, а вашему мужу, если он видит на самом деле в этом проблему, поработать уже самому с собой. Вы говорите о том, что вы обращались к психологу. Это очень здорово, но вопрос заключается в том, а хотел ли муж обратиться к психологу? Потому что, если нет, если он пошел только ради вас, эффекта никакого понятного дела не будет. Говоря о семье, вы на самом деле оперируете синкретом, то есть, словом или фразой, которые не имеют под собой смысла. Семья – это просто социальный институт. Семья – это то, как видят отношения двух людей, другие люди – люди, общество. Но для этих самых двух людей, семьи не существует, существует отношение, существует контакт между ними. Поэтому ваша центрированность на семье тоже вызывает определенные вопросы. Потому что, чем больше вы центрируетесь именно на семье, тем меньше вы уделяете внимания взаимодействию между вами и, собственно, вашим мужем. Как я уже говорил ранее, меня смутило то, что вы пишете, мы готовимся с себя родителями, родителями мы скандалим, и то, что вы говорите, неужели мы больше не семья. Ну, типа, нашей семьи больше нет. Это меня смешает и говорит о том, что вы находитесь в слиянии, что является психологическим механизмом. Тоже изучите, пожалуйста, что-то такое в интернете, и именно с этими всеми вещами вам необходимо работать. Поэтому я бы начал сначала с индивидуальной терапии вашей, потом бы предложил бы мужа заняться индивидуальной терапией, вопросов, которые волнуют его, и уже после этого решать, что делать дальше. Совсем очевидно, что у вас в играх вы не измените, совершенно очевидно, что муж, если он не хочет меняться, не изменится тоже, если он захочет меняться, то изменения будут, но, может быть, не такие глобальные, как вам бы хотелось, требуются довольно большое количество времени. Поэтому вам нужно определиться. Вот. Как-то так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Всего вам самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Не затягивайте, потому что ситуация может усугубиться, я имею в виду, ваше отношение. Всего доброго.